Здравствуйте! В эфире программа «По горячим следам». О происшествиях за минувшие сутки расскажу вам я, Анастасия Дворецкая. В Кормиловском районе заживо сгорело два человека. Огонь вспыхнул в частном доме в селе Юрьево. Хозяев строения, 57-летнего мужчину и его 56-летнюю супругу спасти не удалось. Их обгоревшие тела обнаружили уже после тушения. Предварительно установлено, что пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки. Причина смерти не установлена ввиду неготовности заключения судебного медицинского исследования. Вместе с тем, следователям также установлено, что пожилые люди злоупотребляли спиртными напитками. А меч, который поджигал бездомных, все-таки отправится за решетку. Реального срока для Станислава Харанжевского добилась государственное обвинение, которое посчитало уже назначенное наказание мягким. Два года назад мужчина стал выживать бродяг в своем районе. Одного он избил и пострадавший умер. Но согласно экспертизе от алкоголизма, другого бездомного Харанжевский вовсе поджег. Только по счастливой случайности бомж выжил. На допросе обвиняемый заявил, что убивать никого не хотел и лишь защищался от них. Суд ему поверил, статью переквалифицировали на менее тяжкую. И назначил ему два с половиной года ограничения свободы. Однако государственное обвинение с этим решением не согласилось. Было назначено судом чрезмерно мягкое наказание. Суд апелляционной инстанции согласился с нашим представлением, изменил приговор суда первой инстанции, переквалифицировал действия Харанжевского на покушение на убийство и назначил наказание в виде семи лет трех месяцев лишения свободы. За убийство на семейном празднике Амичка предстанет перед судом. Ножом, которым разрезали торт, 47-летняя местная жительница убила мужа. По версии следствия, супруги отмечали день рождения приехавшей в гости дочери. После застолья, когда все разъехались, глава семьи воспылал страстью к супруге. От намеков на близость он перешел к грубой силе и пытался заставить жену разделить с ним постель. На что получил решительный отказ в виде трех ударов ножом. Орудие преступления было в руках хозяйки, когда она убиралась после торжества. Но алкогольное опьянение помешало женщине сразу определить, что супруг умер. Это заметила она лишь на утро. Мы самостоятельно у застудовников полиции, где сообщила о случившемся убийстве своего супруга. Головным кодексом по части 1-105 убийства предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. В Омске продолжают грабить пенсионеров. В квартиру к 84-летней Амичке под видом работниц ЖКХ пришли две женщины. Они потребовали предоставить квитанции об оплате квартплаты. Пока старушка собирала документы, неизвестные обчистили квартиру. Из шкафа пропало 63 тысячи рублей. Сейчас поиском мошенниц занимаются полицейские. По словам старушки, одной из них на вид около 50 лет одета была в джинсы и красную куртку. Если вы владеете какой-либо информацией, позвоните по телефону, который видите на своих экранах. Берегись мотоциклиста. В Омске два байкера на улице Красный Путь создали аварийную ситуацию. Один из них даже выехал на встречную полосу, хотя дорога была свободная. На записи видно, как владельцу минивена пришлось маневрировать на проезжей части, чтобы избежать столкновения с лихачами. А вот поучиться вежливости омские мотолюбители могут у своего уфимского товарища. Владелец железного коня развеял миф о хамстве байкеров. Мужчина перегородил проезжую часть, чтобы перевезти дедушку через дорогу. На записи видно, что старик идет не по пешеходному переходу, но это не мешает байкеру помочь ему. Автомобилисты также вошли в положение и не стали торопить пенсионера. Поучиться уважать старших можно и омских следователей. В преддверии Дня Победы они устроили для детей социально-реабилитационного центра «Гармония» экскурсию по памятным местам города. Следователи и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, посетили мемориальный комплекс Парки Победы, побывали у Вечного огня и почтили память ветеранов, отдавших свои жизни в Великой Отечественной войне. Отмечу, что омские следователи регулярно встречаются с трудными подростками. Сотрудники следственного управления активно участвуют в их патриотическом и нравственном воспитании. На сегодня это все новости. С вами была Анастасия Дворецкая. Увидимся завтра. И помните, вы узнаете обо всех происшествиях по горячим следам.